И к нашему эфиру уже присоединяется Игорь Романенко, замначальник генерального штаба вооруженных сил Украины 2006-2010 годов, генерал-лейтенант Запаса, и с ним будем детальнее обсуждать тему потери России в Украине. Игорь, приветствуем вас. Я вас также приветствую. Вот Владимир Зеленский в своем обращении сказал, демилитаризация врага проходит успешно. На самом деле потери Российской Федерации колоссальные уже в этой войне. А насколько успешен сейчас процесс перекрытия, скажем так, любых возможностей пополнения этих запасов? Как вы считаете, насколько успешна идет работа в этом направлении? И все ли инструменты задействованы, которые могут быть задействованы? Ну, самое главное и важное, что происходит в этом смысле, это действия непосредственно в районе ведения боевых действий, куда пребывают в том числе уже как уголовники, которые их задействуют в этом процессе, так и просто граждане, которые поступают в ходе так называемой частичной мобилизации. То есть, в общем-то, понятно, что это формальный подход. Они будут призывать столько, сколько будет необходимо. И вот этот маховик поставки личного состава, в котором крайне нуждается группировка Вооруженной Силы Российской Федерации, он только раскручивается. И в первую очередь их поставляют так или иначе, собраны еще к этому можно добавить и иностранцев, и там с Ближнего Востока, в общем, с любых, в общем-то, мест, где это получается, которых задействуют структуры, но в первую очередь частные военные структуры занимаются этим Пригожин, так называемый повар Путина. Так вот, эти процессы, воздействие на эти процессы заключается в том, что плохо, хорошо, но информация доходит о потерях уже тех, которые таким образом поступают. И количество людей, которые уезжают, а это потенциальные военнослужащие, то есть призывного возраста, мы знаем уже больше 700 тысяч Российской Федерации, используя различные приграничные страны, значит, успешно входят от вот этого воздействия. Остальные есть, поскольку таким образом нарушения, даже не говоря уже о международном законодательстве, происходят эти процессы, но даже российские, то возникают очень большие противоречия между по-разному призванные вооруженные силы и в частные военные кампании граждан России. На этот счет уже есть информация, есть масс-медиа, видеозаписи, где совсем разные отношения к славянскому, русскому гражданам, которые там призываются, и к окраинам. То есть возникают противоречия на религиозной почве. Мы знаем вот этот случай, который произошел в Белгородской области. Он же межнациональный. И также имеет место межрегиональный. С разных регионов по-разному относятся. То есть одна ситуация, когда это происходит в Санкт-Петербурге и в Москве, набирается совсем иная. То есть здесь пытаются не обострить, а объявить о том, что частичная мобилизация уже как бы заканчивается. Юридически говоря о том, что это только на октябрь, задачи выполнены, хотя на самом деле это не соответствует действительности. Да как и вообще этот организованный процесс, он не соответствует действительности. Совсем другое отношение к окраинам, другого рода национальностям, которые в большем количестве, в процентном отношении привлекают, ну и соответственно гибнут на фронтах. Игорь Александрович, когда Путин поменял военное руководство спецопераций, как он называет войну, многие говорили, сейчас будет все иначе, новая тактика. Что мы в итоге видим? Та же мобилизация, только плюс больше ракет, больше тревог, сирен по всей стране и дроны. То есть получается ничего этот новый командующий не сделал. Как вы видите, как сами военачальник в прошлом, действительно ли это бездарное руководство просто ничего не меняет? Ну, в военном смысле Суровикин генерал привнес реализацию своего опыта, начиная с времен, когда он капитаном в Москве продавил протестующих людей, живых над танком. Ну и потом совершенствовался в смысле масштабности убийств в Чечне во Второй войне, в Сирии. В частности, его мясник Олепа называет известным причинами сейчас. Вот с этим опытом пытается реализовать этот опыт у нас здесь в Украине, используя еще и тот момент, что остается командующим воздушно-космических сил. То есть ресурсы, возможности воздушно-космических сил применяются вот особенно в начале 10-го числа. Ну и сейчас уже не те возможности. Нет возможности у них масштабно как бы каждый день устраивать 10-го октября. Но вместе с тем еще остаются, хотя мало ракетного оружия, дорогого, если высокоточного, и уже выходят из положения задействований беспилотных барражирующих боеприпасов или по-народному дроны Камикадзе. Здесь, в общем-то, ничего нового нет. С точки зрения военной он пытается себя вот таким образом заявить и показать Путину, что он значит. С пропагандистской точки зрения, мы помним, в начале войны это было по отношению Украины деноцификация и демилитаризация. А теперь, значит, переводят они в плоскость, во-первых, уже народной войны, от спецоперации в плоскость народной войны с целью десатанизации. Десатанизации. Сатана. Вот еще новая функция такая великая у них есть, изыскать эту сатану. Ну, я думаю, им проще было посмотреть на сатанинское поведение того же Соловьева, Киселева, Скобеева и Ижи с ними, чем попытаться здесь разыскивать днем со днем такие явления в нашем государстве и у нашего народа. Вот такие события. У нас буквально минутка остается. Скажите, вот в том положении, в котором сейчас Российская Федерация, ведь всем очевидно, что Российская Федерация проигрывает эту войну. А мог ли что-то новое предложить Суровикин? Ну, с военной точки зрения, он мог, если он на этом воспитан, у него служба таким образом строилась. Только то античеловеческое, что вот он пытается реализовать. Не более того, и подходы советского плана валом, так сказать, как в Донецкой сейчас области, концентрируют артиллерию, концентрируют, значит, подразделения частных компаний, свои резервы для того, чтобы так или иначе попытаться выполнить задачу Путину, которая успешно срывается силами обороны Украины по захвату Донецкой области в рамках области, в границах области, что им не удается. То есть, ну, на новые у него не хватает, значит, ни там фантазии, ни профессионализма, ни подхода. В отличие от действий и по оценкам не только наших специалистов военных, но также иностранных. Что касается генерального штаба, от солдата внизу до генерального штаба с главкомом во главе, с начальником генерального штаба, действием Украины. Потому что, несмотря на то, что их потенциал военный больше, наши не только, значит, могут обороняться, но еще проводят контраступательные действия, как мы это видим, освобождая территорию. То есть, это высокий уровень патриотизма и профессионализма. Спасибо вам. Спасибо, Игорь Романенко. В недавнем прошлом замначальника генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Запаса был в нашем эфире.